В рамках рабочей поездки глава региона Бердбекса Апарбаев проверил ход строительства объектов дорожной инфраструктуры, состояние водных объектов и объектов аграрного сектора, ознакомился с учебным процессом в местных школах Шуцкого района. Во время поездки в специальную экономическую зону Химпарк Тарас выяснилось, что на территории зоны до сих пор действует лишь одно предприятие Химплюс по производству пестицидов и прочей агрохимической продукции. По словам руководства СЭС, небольшое производство планирует разместить золотодобывающие предприятия «Алтын Алмаз», а акционерное общество «Транстелеком» – центр обработки данных. На сегодняшний день из 28 завершены 12 проектов по подведению инфраструктуры. Есть газ, электроэнергия, железнодорожные тупики. Недовольные темпами работ Бердебекса Апарбаев поручил подготовить отчет по деятельности специальной экономической зоны с момента ее основания, а также данные по фонду заработной платы управляющей компании. Предстоит проверка на предмет эффективности расходования средств. Если сахарный завод ТО «Казалша», который должен функционировать на территории СЭС Химпарк Тарас, все еще на стадии проектировки согласования, то работы по созданию собственного фермерского хозяйства идут полным ходом. Согласно производственного плана, в течение пяти лет ТО «Казалша» мерено довести площадь райшаемых земель до 25 тысяч гектаров. Большая часть которых будет отведена под сахарную свеклу. В текущем году на площади в 1562 гектара разместят следующие культуры. Сахарная свекла – 765 гектаров, кукуруза – 662, ранний картофель – 113, при содействии голландской компании, которая будет строить завод по производству картофеля фри. Ичмень на площади в 1100 гектаров, софлор – 600 гектаров. Кроме того, проводятся тестовые посев различных гибридов сахарной свеклы на сортоиспытательном участке в 15 гектаров. Согласно договору о совместной деятельности, научное сопровождение проекта ведут Казахский научно-исследовательский институт картофелеводства и овощеводства и Казахский научно-исследовательский институт защиты растений. Объем инвестиций – 101 миллиард тенге. Будет создано до 500 рабочих мест. На строительство ирригационной сети направлено 68,9 миллиарда тенге. Проложенные трубопроводы орошения протяженностью 26,7 километра. Завершен монтаж сетей внешнего и внутреннего электроснабжения. Устанавливаются дождевальные машины. Во всю идет строительство внушительной аванкамеры емкостью в 7,6 тысяч кубометров. Отсюда при помощи шести насосных станций влага будет подаваться дождевальные машины и системы капельного орошения. В целом, в текущем году на строительство ирригационной системы компания направит около 4 миллиардов тенге для орошения полутора тысячи гектаров. По словам генерального директора компании Казалшам Мухашевскимбаева, оборот будет четырехпольным. Идет процесс орошения багарных земель. Глава региона поддержал идею проведения здесь традиционного дня поля для знакомства местных аграриев с новыми технологиями и обмена опытом. Для обеспечения сахарного завода часть сырья до 500 тысяч тонн будем выращивать сами. Система ирригации предусматривает забор воды из сосуд Кельского магистрального канала, которая поступает в аванкамеру, оснащенную шестью насосными станциями мощностью 7,5 тысяч кубометров влаги в час. Насосы станут обеспечивать водой 25 дождевальных установок радиусом 401 метр от ведущего мирового производителя компании Велман. Каждая из них покрывает площадь орошения в 51 гектар. Расход воды сократится как минимум в разы. А система может управлять один оператор. Только на установку. Электроснабжение потрачено более 1 миллиарда тенге. Приблизительно 10 мая дадим первую воду. В последующих планах при наличии собственной кормовой базы создать небольшую молочно-товарную ферму. Дороге Мерке-Шу-Бурл-Байтал придается большое значение и ход ее строительства всегда на контроле Акима области. На этот раз объектом внимания стали мосты, которых между Мерке-Шу всего 9. По словам руководителя РГП Казавтажо Лайжан Тугановой, в настоящее время они готовы на 70%. К сентябрю строительство их должно быть завершено. Объема строительных материалов достаточно для бесперебойной работы до июня. Дорогу в текущем году откроем, заверили дорожники. Некоторые работы придется проводить параллельно, как, например, установку разделительных брусов, предусмотрены съезды в близлежащие аулы скотопрогоны. Мосты должны быть освещены. Активизируйте работы. Больше привлекайте местных жителей. Не забывайте о социальной ответственности. Оказывайте посильную помощь местному населению в решении социальных вопросов. Требует капитального ремонта Тасаткельская малая плотина, находящаяся на балансе РГП Казводхоз. Сооружение 1940-х годов по стуке порядком обветшало и представляет угрозу для безопасности передвигающихся по мосту людей транспорта. Кроме того, отсюда берут начало два магистральных канала – Правобережный и Левобережный. Что касается проекта ПУИТ-2, турецкая компания не завершила реконструкцию ирригационно-дренажной сети, после чего к делу приступила местная ТО «Тарас Стройинвест». Работы в самом разгаре, согласно поручению Акима области, в срок до 1 мая необходимо завершить. Работы по очистке каналов Андреевка, Подхоз и Госфонд. Установку лотков там, где это необходимо. В итоге жители сельских округов Дулат и Балуаншолах будут обеспечены поливной водой, в предстоящий вегетативный сезон. В селе Берлег на 40% завершено строительство овощехранилища емкостью до 30 тысяч тонн валового хранения стоимостью в 1,2 миллиарда тенге. Готов один блок из трех, оснащенный теплорегуляторами и устройствами по созданию необходимого микроклимата. Кроме того, планируется строительство цехов по переработке и фасовке сельхозпродукции. Около 70% продукции будет отправляться на внутренний рынок. Остальное – экспортироваться. Из-за повышенного спроса со стороны местных хозяйств успели заложить 5 тысяч тонн лука. Цена хранения – 5 тенге с килограмма. В целом в Шустском районе действует 40 овощехранилищ с совокупной вместимостью в 60,6 тысяч тонн. Парк железнодорожника в городе Шу площадью 6,5 гектара сегодня переживает второе рождение. В прошлом году проведены работы по благоустройству на сумму 83,8 миллиона тенге. Второй этап работ запланирован на текущий год. Заменены скамейки, открылась детская площадка, обустроено круглосуточное освещение, организована охрана. В дальнейшем появятся стрит-воркаут-площадки и аттракционы. Глава региона принял участие в акции по посадке деревьев в парке железнодорожников. Аналогичные акции состоялись в школах имени Думалагана, села Берли-Кустем и Тулеби в ауле имени Хуанаева. Новая школа в селе Берли-Кустем сдана в эксплуатацию в октябре прошлого года. Стоимость строительства составила 704 миллиона тенге. Подрядчик ТОО СП «Нефть». Всего здесь обучаются 407 учеников в две смены. Имеется богатый библиотечный фонд. В целях развития массового спорта составлен график, согласно которому вечером в спортивном зале занимаются местные жители. Глава региона даже принял участие в уроке географии на открытом воздухе, когда ребята увлечённо рассказали о различных природных явлениях и приборах по их измерению. Капитальный ремонт школы в селе имени Хуанаева завершился в декабре прошлого года. На работы потрачено 472,3 миллиона тенге. Сегодня здесь на русском и казахском языках обучаются 1253 ученика. Отличительной особенностью учебного заведения является тесная связь со своими выпускниками. На сайте Тулегкийзет зарегистрировано 228 человек. Выпускники помогли с благоустройством территории, обустройством актового зала и гардероба. Глава региона ознакомился с учебным процессом, который сегодня проводится в традиционном формате. В целом по Шевскому району вернулись за партой 99,1% учеников. Кулеш Умурзакова, Ханабил Хаир, 77 Ньюс.